Дорогие зрители, очередные проблемы с YouTube начались у многих подписчиков на мой канал, и не только на мой канал, насколько я знаю, и у меня тоже лично. Не выходит уведомление о новых видео, о новом прямом эфире и так далее. Поэтому я решил пройтись по параметрам настроек, чтобы вы это могли сделать. Ну, для начала на канал надо подписываться и надо включать этот колокольчик. Здесь я показать это не могу, по явной причине, но если вы на канал подписаны, посмотрите, чтобы колокольчик был включен. После того, как включили колокольчик, есть настройки на YouTube, так называется уведомление. В настройках уведомления раздела, вот мы в нем сейчас и находимся. Видите, здесь у многих оказалась настройка отключить уведомления. У меня тоже такое было. Я пошел и включил обратно. Пуш, имеется в виду, что это будет вот здесь вот появляться. И по электронной почте, соответственно, электронная почта. То есть будет приходить уведомление. Что присылать, когда присылать? Вы можете здесь настроить. У меня сейчас включено максимально все уведомления. То есть я получаю информацию, когда канал, на который подписан, показывают новые видео, планируют прямой эфир и тому подобное. То есть я здесь поставил две галочки. Здесь выбран первый параметр. Следующее. Вот другие уведомления. Рекомендованные видео. Может быть, не обязательно. Вот здесь. Ну, я включил их на всякий случай. Вот все, что связано с комментарием. Если вы автор, то вот это вот полезная вещь. И вот это полезная. Это комментарии, которые вы сделали. Ответы на ваши комментарии могут быть как на вашем канале, так и нет. Ну, и, соответственно, действия, связанные с вашим каналом и вашими видео, тоже полезная вещь, мягко говоря. То есть если вдруг что-то там происходит, то здесь это даст возможность. Действия связаны с другими каналами и упоминания. Я включил здесь все. Ну, здесь, кстати, вы видите мою электронную почту. Если кому-то она когда-нибудь нужна, я ее не скрываю. Это мой контактный адрес как раз для канала. Ну, вот. Я просто советую всем, у кого сейчас с этим проблемы, вот это посмотреть. Обычно, обычно я работаю на английском языке. То есть если вернуться обратно на настройки, вот, например, подписки разнообразные или что-то такое. Я обычно работаю на английском. Ну, мне это ближе, честно говоря, как вы знаете, я все-таки английским пользуюсь больше. То есть если делать это же на английском, то вот это вот здесь настройки. И вот здесь, соответственно, всякие эти параметры. Кстати, я подумываю, может поменять иконку медведя. Медведь уже, ему уже 5 лет. Он уже не маленький медведик с аркой. То есть вот эти настройки, которые, как я сказал, у меня все настроены и включены. Надеюсь, это вам было полезно. Подписывайтесь на канал. Это тоже всегда полезно. Включайте, пожалуйста, колокольчик. И проверяйте, что у вас настройки о оповещениях включены верно. Спасибо за внимание. До следующего видео. Продолжение следует...